сделаем сейчас с вами универсальную такую проверял очку берем два неодимовых магнитика вот такие вот небольшие но мастенькие вот они тоненькие тоненькие вот такие вот берем две штучки попробуем как к ним сейчас припаяются провода а Я думаю, без кислоты мы припаять не сможем, но мы сейчас на всякий случай проверим. Я надеюсь, вам там видно. Так, сейчас облудим проводочки. Угу. Раз. Как видно вам? Сейчас раскидаю. Болтается. Давай. И пробуем припаяться. Ой, сволочи. Они примагнитились. Как бы их не перегреть. Потому что они не любят перегрева. Так, ну что. Пробуем немножечко к ним прилип, прилипится. Так, не липнет. Так, секундочку. Берем капельку сюда. Берем припойчику и пробуем. Один приклеили. Припаяли. Берем второй капельку кислоты. Берем. Немножко к припойчику. И... Так, вот так вот. Не знаю, остыли, не остыли. И смотрите. Получается, мы можем прилепить на один край. Так, что-то у нас не липнет. Вот этот липнет. Сейчас мы по-другому сделаем. Есть у нас они еще. Вот, прилип один. Прилип другой. Вот. Ниадимые магнитики с двух сторон. Так, пробуем. Плюсовой к плюсу. Минусовой к минусу. Все. И... Вот так вот. И получается, что у нас есть быстренько. Не надо провода там зачищать, что-то искать. Вот. Раз. Два. Вот так. Моторчик. Не знаю, как вам показать. Сейчас покажу по-другому. Вот так моторчик крутится от 3,7 вольта. Ниадимые магнитики, конечно, лучше бы взять мощнее немножечко. Не такие, как у меня. Махонькие. Слабенькие. Но их силу можно увеличить количеством. Вот. По три штучки я повесил на каждый проводок. С другой стороны у меня крокодильчики. И все. И мы можем проверять. Значит, от любой батарейки. Можно от 3-х вольтовой диодики, допустим, проверять. Вот. Или от 18650. Можно проверять любые там моторчики. Все, что угодно. Вот так вот, значит. Берем. Значит, минус на минус. Плюс на плюс. И вот у нас здесь получается. Берем мотор. И вот так он крутится от 3,7 вольта. Вот такая система быстрой проверки. Работает или не работает тот или иной мотор. Проверяем следующий. Который вот у меня был на Урале. И он перегорел. В чем дело, не пойму. Но усилие как бы внутреннее у него есть. И вот он опять заработал. Как будто у него внутри щетки, что ли, отходят. Или подгорел. Хотя, вот видите, опять перестал. И непонятно, что. Вот то работает, то не работает. В чем дело, непонятно. Надо будет разобрать, посмотреть, щетки или нет. И также можно узнавать, насколько оборотистый движок. И мощность его. Видите, я нажимаю. И он останавливается. Соответственно, никакие колеса он крутить не будет. Берем следующий. Вообще тишина. Тут щеток, походу, вообще нет. Вот. А то бы мы его сейчас перепаяли. Пробовали бы его где-нибудь в другом месте. А он вообще не алё. Ни о чем. Так же. Вот он большой у меня есть. Посмотрим, какой он. Все. Ему очень мало. Очень-очень мало. Он 550 класса. Но вольтаж вообще ни на нем не написан. Это из принтера вытащенный. Вот. Поэтому надо посмотреть, что он будет выдавать на 7,4 вольта. Какая у него будет мощность. Вот такой вот есть мотор. Проверяем его. Вот это вот хорошенький, интересный мотор. Но единственное, что мы его можем поставить только в коробку от МЗ. МЗ. Хороший прям такой. Нормально крутится. Еще раз попробуем. Кстати, от МЗ мотор. Вот он, 130. Тоже он крутится. Но тоже я его зажимаю, в принципе. Вот. Как этот. Ой, этот от JJRC. Неправильно сказал. От JJRC. Потому что на МЗ 360 класса. А это у нас 260. Ну все. Вот на этом мы, пожалуй, и закончим. Вот такую быстренькую проверялочку мы с вами придумали. И теперь в любое время мы можем проверить там, перегорел ли у нас диод или нет. Взять на него, подкинуть от батареечки, от любой. И узнать, сколько он там. Три вольта надо на него подавать или сколько. Мне кажется, вот эта штучка нужна всегда для проверочки. Шлепаем их между собой. Чтобы не потерялись. И вот сюда прицепили да повесили. Ну все. Всем пока. Спасибо за просмотр. Удачи всем.